Здравствуйте, мои дорогие! Я знаю, что многие из вас, кто смотрит этот канал, или собираются стать программистами, или уже стали программистами, но я знаю также, что довольно многие находятся в таком странном состоянии. Вроде как я собирался стать программистом, но что-то у меня вот как-то не получилось. Где-то застрял, что-то вот как-то не идет, и вроде собираюсь, и вроде продолжаю смотреть этот канал и другие программистские каналы, но что-то я до сих пор не программист. И я знаю, что в этом ситуации многие из вас чувствуют такое, знаете, расстройство и потерю интереса к жизни, и вообще всякое такое. Но давайте я попытаюсь вас поддержать. Меня все еще зовут Сергей Немчинский, и мы с вами обсуждаем, как вернуться в программирование, если вы так и не смогли закончить обучение. Старт в IT. Пройдя наши стартовые курсы, вы освоите фундаментальные принципы языка, что откроет вам возможности для дальнейшего самостоятельного обучения. Или на нашем курсе менторинга. Среди наших стартовых — Java, Python, C Sharp, Swift, C++, JS. Сейчас в FoxMind действует специальное предложение. 30% скидка на любой стартовый курс и алгоритмы, структуры данных для более опытных. Активируйтесь и начните, наконец, учиться. Итак, первое, что я хотел вам сказать, это то, что я вас прекрасно понимаю. Я сам много раз попадал в ситуации, когда, скажем так, принимал сомнительные решения, которые потом довольно сложно признать. Но в смысле того, что ты принял дурацкое решение, пытаешься его держаться, все равно, потому что как-то, или просто стараешься его забыть. Так вот, смотрите, одна из частей того, что мешает вам обратно вернуться в программирование, это то, что вы сами себе не признаетесь в том, что вы поступили опрометчиво. Например, пошли на какие-то, ну, скажем так, не очень качественные курсы. В некоторых случаях это даже вообще не курсы, а просто продукты от инфо-цыган. Такое тоже бывает. Ну и довольно стыдно себе признаться, что тебя просто обманули, да? Ну и в большинстве случаев, даже если вы признаете сами себе, что вас обманули и дали вам некачественный продукт, все равно вспоминать об этом как-то неприятно. И ты стараешься, ну, как бы так сказать, вытеснить это из своей памяти. А что получается? Если вы пытаетесь о чем-то забыть, то человеческая психика так устроена, что она вас заодно вытесняет и все, что с этим связано. Соответственно, вы стараетесь забыть о том, что вас обманули с учебой или, ну, может быть, не обманули с учебой. Может быть, вы сделали какую-нибудь глупость. Например, там учились не так эффективно, как я рассказывал в том видео, да? Например, там топили по 20 часов учились, это потом сгорели и ничего у вас дальше не выходит. И вы понимаете, что сами виноваты. Это тоже может быть. Ну или какую-то другую ошибку сделали, да? И вы сейчас самоотверженно выдавливаете из своей памяти это воспоминание. И, соответственно, именно это выдавливание, по большому счету, и не дает вам продолжить учебу. Потому что, если вы не хотите думать о программировании, то параллельно учиться программированию, простите, ну, как-то не очень получается. Эти две вещи связаны, правильно? Воспоминание о том, как вы неудачно начали учиться и учеба. Поэтому, сорян, но придется все-таки, во-первых, признать, что, ну да, я сделал глупость, меня обманули, или я там сделал глупость, неправильно учился. Такое вполне возможно, да? И сказать, все, так, я зафиксировал убытки, я уже потратил какое-то количество времени. Если я буду продолжать дальше над этим думать и страдать из-за этого, то я никогда не выучусь. Поэтому просто подводим черту под этим. Все, признали ошибки. Честное слово, вы думаете, у меня никогда не было ситуации, когда я попадал в какие-то дурацкие ситуации? Да у любого более-менее успешного человека такие ситуации были. Господи, мы тут вам рассказывали истории про кучу известных людей. Вот, например, история про Линуса Торвальдса, да? Помните, с концовки, когда его кумир сказал, что ты сделал вообще говно, ну, простите, мало кто такой переживет. Нормально, он пережил, и мы знаем все Линуса Торвальдса как мега-успешного программиста. И вы просто признаете, ну да, ну вот, неудачно поступил. Окей, поехали дальше. Поэтому признаем и двигаемся дальше. Дальше нужно найти мотивацию. Давайте вспомним для того, чтобы найти мотивацию, свои первоначальные мечты и цели. Зачем вы собирались это сделать? Ох, надеюсь, вы собирались выучить программирование для того, чтобы получить свою профессию программиста. Потому что и во всех остальных случаях, может, у вас и цель была изначально не такая себе. Например, если у вас была цель выучить программирование исключительно для того, чтобы написать какую-то свою программу, не очень удачная цель, я об этом рассказывал много раз. Да, гораздо выгоднее и дешевле, быстрее нанять просто человека, который это уже умеет. Или людей, или компанию. Это дешевле, серьезно, чем самому учиться много лет до уровня, когда вы сможете написать серьезную программу. Но если была цель найти работу, эта цель никуда не делась. И просто вспомните про нее. И дальше двигайтесь к этой цели. Для того, чтобы двигаться к этой цели, совершенно точно нужно, собственно говоря, получить те знания и те навыки, которые нужны, чтобы двигаться к этой цели. Если этого недостаточно, ну и вообще, в принципе, полезная история составить список преимуществ изучения программирования. Что вы в результате этого получите? Мне это не сильно помогает, но я знаю кучу людей, которым помогает. Возможно, вы как раз из тех самых людей. Составьте список преимуществ для того, чтобы на него поглядывать в том случае, когда вы выгорели. А, у меня ничего не получилось. Я вообще, вот это вот все, у меня все пропало. Вот. В этот момент ты достаешь волшебный листочек, смотришь на список преимуществ и такой, а, вот почему я собрался учить программирование. Ну ладно, тогда буду учить. Возможно, что вас это будет как раз выручать. Ну, например, как программирование может улучшить вашу карьеру или личную жизнь? Не знаю, как это может улучшить личную жизнь, но многие люди почему-то это как-то связывают. Окей, ладно. Если вам это связывает, напишите, возможно, для вас это действительно каким-то образом что-то улучшит. Я крайне советую, ну, например, использовать в качестве мотивации этот канал или украиномовный. Если вы украиномовный товарищ, пожалуйста, подписывайтесь на этот или тот канал. Пересмотрите, я тут много мотивирующих роликов снял. Возможно, и этот тоже вас мотивирует. Хотел важное сказать, и очень многим людям этот аспект становится, как бы так сказать, стопором. Так вот, смотрите, если вы учились на каких-то курсах, хороших курсах, если на плохих, может, это и не поможет. Но если на хороших курсах, типа наших, учились и бросили учебу в середине, имейте в виду, если бы вас сделали перерыв больше, чем месяц, скорее всего, скорее всего, вам надо начинать сначала. Потому что вернуться через 2, 3, 4, 5 месяцев, а то через год, с того же места, на котором вы остановились, скорее всего, будет очень дурацкой идеей. По причине того, что учебный курс – это не то, что вам нужно поставить галочку, и ты программист. Наставить галочки, да, выполнена работа, выполнена работа, выполнена работа. Это не так работает. За этот год вы, скорее всего, все позабывали. Вам нужно восстановить контекст. Вам нужно восстановить, как вы учились. Вам надо... Процесс, да? Вам надо восстановить свое ощущение, то, что мы сделали. Вам нужно восстановить понимание того, что вы тут понастраивали в своем окружении. Потому что через полгода вы просто не вспомните, что вы на компьютере понастраивали Тем более, если это другой компьютер, там ничего не настроено Ты вообще ничего не понимаешь, а у тебя уже сложная задача И надо толкаться от кода, на который ты смотришь и не понимаешь, кто это писал Как он написал, почему он написал И я знаю, что много программистов, в смысле студентов, которые учатся в программировании Именно на этом моменте и зависают Ко мне люди просто обращались на карьерных консультациях Приходят и описывают вот эту ситуацию Так вот, ребят, серьезно, если вы сделали перерыв больше, чем 1-2 месяца Ну, я крайне советую начать сначала Безусловно, сначала вы, ну, просто повторите эту программу начальную По причине того, что вы все это нафиг позабывали Конечно, вспоминать гораздо проще Вы пройдете эту программу теперь в разы быстрее, чем прошли в первый раз Но, если вы этого не сделаете, начать программу с середины А то и близко к концу, ну, это фактически невозможно Вы будете на этом месте тормозить Это все равно, как, я не знаю, автомобиль не может сразу заехать в какую-то горку Надо немножко разогнаться, да? Вот тут ровно та же самая ситуация Вы остановились прямо перед горкой и такие Да, сейчас я туда заеду Это слишком много энергии требует Это слишком много сложностей Скорее всего, у вас ничего не получится Откатитесь назад до того момента, когда вы что-то знаете Я бы советовал до начала И сначала вы быстренько пройдете все те же самые задачи, потому что вы их уже делали Вы просто это вспомните Честное слово, вы гораздо дольше будете раздумывать, как бы мне вернуться И биться вот над этой конкретной задачей Чем если бы начали сначала И просто дошли до этой задачи Вам, наверное, кажется Я там уже прошел 15 задач Это уже 16-е, господи Да вы эти 15 задач за 2 недели сделаете Как раз и восстановитесь Так вы будете на этой задаче буксовать и не 2 недели, и не 3, и не 1 месяц, возможно Зачем? Просто откатились назад и с разгончиков заехали наверх Ну, автомобилисты, надеюсь, меня поймут Не автомобилисты, ну, я надеюсь, тоже поймут Никакой прям-то необычной аналогии тут нет Устанавливаем себе смарт-цели Смарт, я вам там вот в видео рассказывал, что такое смарт Итак, это конкретные, измеримые, достижимые, реалистичные и ограниченные во времени Simple, measurable, achievable, relevant, time-bound Все очень просто Вот, например, пройти пропущенные темы по моему предыдущему курсу программированию За 2 недели, уделяя по 1-2 часа в день Но я советую еще лучше Я советую все-таки, крайне советую И всем людям, которые приходят ко мне на карьерные консультации, советую Пожалуйста, не надо бороться со своей человеческой природой Это больно, плохо, и это работает против вас Потому что человеческая природа вам отомстит, постоянно понижая мотивацию Лучше ее использовать в качестве союзника Что для этого нужно? Для этого нужно следовать тому, как привычно и правильно нашей психике работать А наша психика очень любит рутины Очень любит, чтобы мы делали что-то постоянно, так как мы привыкли Если ты каждый день, не знаю, с утра просыпаешься и чистишь зубы Через 2-3 недели проснуться и не почистить зубы Тебя просто физически будет колбасить И вот прям, блин, ну вот надо, надо обязательно, правильно? То же самое с каким угодно задачами Если вы себе распланируете Распланируете, это значит, возьмете Google календарь И пропишите там те самые 2 часа в день на учебу Желательно в одно и то же время каждый день То следующий день вас будут прям колбасить Там где-то через 2-3 недели, если вы будете следовать этому расписанию Вас будут прям колбасить из-за того, что вы не пошли учиться Потому что, блин, я же все время в это время учусь Мне надо, дайте мне эту учебу и так далее Потому что мы все подседаем вот на эту равномерность И с моего опыта гораздо проще так договориться со своей семьей Сказать, вот смотри, я в расписании выделяю вот эти 2 часа каждый день Не очень надо, ты соглашаешься со мной Да, вот в это время, не знаю, берешь ребенка, забираешь садика, whatever Там, уйдешь в магазин, потому что я в это время учусь Договорились? Договорились Тогда вам не надо будет каждый раз по этому поводу заново договариваться Тратить свой кусок мотивации и так далее Договоритесь один раз Ну и для вас это, как я уже говорил, очень полезно Потому что тоже помогает вам сохранить мотивацию на длительном периоде И сохранить желание это учиться Причем очень советую не перебарщивать со временем работы, учебы Есть тут еще один психологический трюк, про который я уже не один раз рассказывал Психологический трюк состоит в том, чтобы заканчивать учебу не в тот момент каждый день Не в тот момент, когда все, больше не могу, вот это вот все, уберите вот это А в тот момент, когда еще, в принципе, можно еще попрограммировать Я еще вполне себе на фане Так, время вышло, которое ты выделил, остановился и пошел Потому что, опять-таки, психологический трюк Если вы будете вставать с учебы в состоянии, я бы тут еще немножко попрограммировал И ваше подсознание будет ассоциировать вот это вот ощущение, я бы попрограммировал Привязывать его к учебе И, соответственно, учеба будет вызывать у вас приятные ощущения Блин, я классно вчера был, а я не доучился, сейчас еще доучусь Вот это А не в состоянии, о господи, я вчера ухайдакался до смерти Что, серьезнее, серьезнее, еще раз Ой, я уже не хочу Ну вот, понимаете, да Я, конечно же, сильно утрирую Я уверен, что у вас так не будет Но этот психологический трюк очень сильно позволяет вам учиться дольше Почему так? Потому что учеба – это марафон, а не спринт И очень важно, чтобы вы не сдохли на длительные дистанции Да, потому что если вы рассчитываете свои силы на 2-3 недели А потом как-нибудь там вот это вот все А так оно получается, если вы не расписали себе время и так далее То через 2-3 недели, ну, серьезно, вы такой Что-то мне надоело, я уже так учился Пойду я погуляю, пойду я поиграю на компьютере Пойду я вот этого И все, и опять в очередной раз бросим Ну, вы же не хотите еще раз попасть в ту же самую ситуацию, из-за которой вы здесь смотрите это видео, правда? Поищите себе поддержку Если вы учитесь самостоятельно, я советую поискать комьюнити-форумы или сообщества программистов В которой вы будете общаться с людьми, которые занимаются тем же самым В том самом телеграме, в фейсбуке, в господи, где угодно Есть огромные, ну, форумы есть Поищите Есть большое количество комьюнити, в которых собираются люди, которые таким же делом занимаются Без проблемы, даже под этим видео, я уверен, соберутся огромное количество Кстати, комментируйте, пишите, если у вас такая же история Соберутся люди, которые испытывают те же самые проблемы Если у кого-то есть такой комьюнити, напишите его название, как к нему подключиться Пусть подключаются ваши коллеги к такому же комьюнити Это правильно, мы банить не будем, пожалуйста, рекомендуйте Есть наш чат, ну, там больше, как бы так сказать, общение на общие темы Хотя и про программирование тоже там с радостью пообщаются Болталка Немчинского вы можете в телеграме поискать Ну, много разных сообществ и по направлениям, и просто новичков и так далее И если вы учитесь в каком-то учебном центре, у нас, например То вспомните о том, что с вами вместе учится огромное количество студентов Не стесняйтесь писать, отвечать на вопросы Если вы сами стесняетесь, отвечайте на вопросы людей, которые там задали Да, даже познакомьтесь, в конце концов, с другими студентами Это очень полезно Общайтесь со своим ментором, если у вас менторинг И сотрудничайте со знакомыми программистами, если они у вас есть Потому что это тоже очень полезно Потому что человек есть среднее между всех людей, которые его окружают Если среди ваших знакомых нет ни одного программиста вам будет очень сложно стать программистом. И наоборот, если среди ваших знакомых очень много программистов, стать программистом будет очень просто. Понимаете, да? Потому что мы все тянемся к тем, кто нас окружает. Увеличьте количество знакомых программистов или студентов программирования вокруг вас. Очень полезно. Еще я могу вам посоветовать видео о том, как быть эффективным во время обучения. Ссылки будут в описании под этим видео. Переходите, смотрите. Там достаточно подробно об этом было все рассказано. И помните, что вы уже дальше тех, кто только начинает учить программирование. Даже если вам нужно вернуться в начало, да, и начать все сначала, вы все равно дальше тех, кто только сегодня решил стать... О, я решил стать программистом. Вы все равно дальше ушли. По причине того, что вам будет гораздо проще вспоминать то, что вы уже знали. Вы уже потратили кучу времени, и оно просто так не пропало. Даже если, и я вам это советую, вы начали сначала, это все равно будет быстрее, чем для тех, кто только-только учит это с нуля. Ну и опять же, какая вам разница, кто с какой скоростью учится. На рынке нет фиксированного количества рабочих мест. Это не значит, что если вы опоздаете, то все, поезд ушел, все места заняты. Так не работает. Если вы выучитесь как программистов, если вы получите хорошие навыки и знания, то вы найдете свою работу. И наоборот, сколько бы мест не было на рынке, но если вы ничему не выучитесь, места вы не найдете. Все просто. Поэтому будьте именно тем, кто выучился. Ну, наверное, все, что я хотел сказать по этому поводу. Если есть какие-то дополнительные вопросы, задавайте их в комментариях. Будем суточкой вам отвечать. Возможно, что там будет какая-то очень интересная тема, на которую мы снимем с вами отдельный ролик. Люблю вас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте про наш украиномовный канал. Пока! Впервые, когда вы едете в лимузине, вы в восторге. Это так круто и шикарно. Но сядьте в лимузин второй, третий раз, и он превратится просто в глупую машину. Так совсем не настоящим в жизни. Брюс Спрингстон.